Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Немецкий инвестор, новые перспективы. Что даст строительство крупного животноводческого комплекса Алтайскому краю? Он же памятник, почему в Бийске разрушается старинный купеческий дом. 40 километров за знаниями, где начался учебный год для ребят из сгоревшей школы в Верхжилино и как всем селом восстанавливают школу. Депутаты Камня-Наби сорвали внеочередную сессию местной думы, которая была посвящена окончательной отставке Федора Найдина с поста руководителя администрации. Большинство заседания просто проигнорировало. Установленные численности депутатов у нас 20 человек, большинство 10, собралось 7. Кворума не было, поэтому вопрос отставки снова отложили. Напомню, бывший глава Федора Найдин отстранен от должности с 24 августа, но до последнего выполнял свои обязанности. Виктор Томенко назвал положение дел в Камне-Наби кризисом власти. В полной мере ситуацию в городе оценит правительственная комиссия, которая сегодня направит отчет в краевую администрацию. По словам чиновников города, после этого они должны получить подробные указания действий, за неисполнение которых может полагаться наказание. Ну а накануне разногласия во власти перешли в потасовку. На одного из районных депутатов было совершено нападение, причем в его же кабинете его же двумя коллегами, сообщают Каменские известия. Виктор Шпак в заявлении в полицию пояснил, к нему зашли депутаты и предложили подписать опросный лист в поддержку изменения структуры администрации Каменского района и ввод еще одной должности заместителя главы района. Виктор Шпак заявил, что такое решение противозаконное и что он передаст бумагу правительственной комиссии, которая по поручению в Рио губернатора сейчас работает в городе. После этого мужчину повалили на пол, чтобы отобрать документ, рассказал потерпевший. Участники потасовки комментировать ситуацию отказываются. На Алтай пришел крупный инвестор из Германии. Холдинг «Эко-Нива» построит в Тальменском районе молочный животноводческий комплекс на 3000 голов. Соглашение об этом сегодня подписали в Рио губернатор Виктор Томенко и президент группы компании Штефан Дюр. «Эко-Нива Алтай» «Эко-Нива Алтай» «Это имя будущего предприятия. Площадка под него недалеко от Альменки. Условия создания обговариваются. Крупнейший холдинг в России по производству молока «Эко-Нива» инвестирует почти 3 миллиарда рублей. Алтай берет на себя инженерное обустройство и компенсацию налогов. Чтобы что-то получить, надо что-то и вложить. Поэтому такой подход прагматичный мы и будем применять». Такой подход и оценил Штефан Дюр, директор «Эко-Нивы». На Алтай он смотрел несколько лет и на соглашение приехал в тематическом галстуке в коровках. В новом животноводческом комплексе он планирует развести 3000 буренок. 5000 гектаров отдадут под растение и водство. Бизнесмен намерен создать почти 400 новых рабочих мест и развивать село. Власти Альменки изучили опыт компании в пограничном Маслянино в Новосибирской области. «Увидели, какие там комплексы построены. Заработная плата в среднем 33-35 тысяч рублей. Складывает компания сегодня и в строительство жилья, и в социальную инфраструктуру, в садики, школы, кафе. Все это будет присутствовать, мы договорились со Штефаном Дюром, и на Альменской земле». А власти края смотрят еще дальше на переработку молока и надеются, что вывозить сырье не придется. «Тема больная, и мы с Александром Николаевичем тоже утром обсудили этот вопрос. То есть мы сейчас строим сыр-савод в Маслянинском районе. Вот этот сыр-савод сейчас строим, и в первую очередь, но сейчас его надо накружать. На перспективе, и может и здесь что-то подобное. Ну, может быть, не в Тельманском, а может быть, в другой зоне даже края». По мнению чиновников, приход такого крупного конкурента должен стать толчком к развитию алтайского молочного производства. Но в первую очередь от компании-инвестора ждут финансовых плюсов. «Налог на доходы – раз, налог на землю – два. Учитывая социальные налоги, все они куда идут? Да, это бюджет. Это бюджет района, это бюджет региона. Построив объект, через госпрограмму решается вопрос, и сегодня это позволяет госпрограмма. Это компенсация прямых затрат, понесенных на строительство, на комплектацию объекта до 30%. До конца года будет разработан проект строительства животноводческого комплекса, появится который в крае по планам должен уже в 2020 году. Анастасия Дороган, Николай Шилко. Наши новости. Строительная компания «Селф» не прошла квалификационный отбор и пока не может быть допущена к реконструкции Краевого художественного музея. Об этом стало известно из решения конкурсной комиссии. Как указано в протоколе, основанием для недопуска к заключению контракта стало несоответствие застройщика дополнительным требованием. В частности, речь идет об отсутствии технического оборудования, необходимого для проведения строительных работ. Стоит отметить, что «Селф» был единственным участником госзакупок на достройку музея. На эти цели планировалось выделить свыше 600 миллионов рублей из бюджета края. «Селф» был и остается фактически единственным партнером правительства региона по возведению крупнейших объектов. Он строил перинатальный центр «Дар», сейчас возводит театр кукол, школы и детские сады, достраивает противотуберкулезный диспансер. Возможно, новое руководство края решило изменить ситуацию и демонополизировать рынок строительства государственных объектов, пишет «Политсибру». А тем временем в арбитражный суд поступил иск от перинатального центра «Дар» с требованием возместить убытки за поставку некачественного оборудования. Ответчиком по делу значится все тот же «Селф». Компания выступала застройщиком медучреждения. Сумма убытков оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 10 октября. Напомним, что поставка оборудования и строительно-монтажные работы были прописаны сразу в нескольких госконтрактах с Минздравом. Причем ранее ООО «Селф» обращался со встречным иском к ведомству с требованием возместить задолженность в 7 миллионов по данным обязательствам. Ученики сгоревшей школы села Верхжилина Косихинского района приступили к занятиям. Подходящего помещения в родном селе для них не нашли. Сейчас дети вместе со своими учителями ежедневно преодолевают около 40 километров, чтобы провести уроки в районном центре. Ну и надеются, конечно, на скорейшее восстановление собственной школы. Школа Верхжилина сгорела две недели назад. Тогда каждый житель села пришел помочь в восстановлении здания. Взрослые дети освободили помещение от сгоревших вещей. После этого к работе приступили строители. К сентябрю не успеем, говорили районные власти, но учеба начнется. Планировалось, что за парты сядут в доме музея Адриана Топорова, народного просветителя. Однако Роспотребнадзор и пожарная служба разрешения не дали. Помещение непригодно для организации полноценного учебного процесса. Единственный вариант – ближайшая школа за 20 километров – в Косихе. Администрация района выделила автобусы. Теперь каждое утро для учеников Верхжилинской школы начинается с длительной поездки. Для детей из Верхжилина в Косихинской школе специально выделили второй этаж. За каждым классом закрепили вожатого, который помогает ориентироваться в здании. Найти кабинет, столовую, спортзал. Директор говорит – здесь новичкам рады. Вот объяснили, что сегодня приедут к нам ребята. Мы их должны очень хорошо встретить. Вы знаете, такой позитив. А в Верхжилинской школе тем временем продолжается ремонт. Строители меняют сгоревшие конструкции, ведут отделочные работы. Предстоит замена окон и дверей. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев лично приехал узнать, какая помощь требуется. Здесь он бывал не раз в ходе рабочих поездок по своему избирательному округу. Борис Александрович, мы сориентировались на ОРП-технице. Мы ее предоставим. А дальше будем смотреть. Я думаю, когда ремонт закончится, уже будем по месту смотреть, что для ребятишек дополнительно надо будет. Мы с вами уже положительный опыт общения имеем. Оргтехнику уже доставили в школу. Александр Прокопьев отметил, что чувствуется единение жителей села, которые сообща восстанавливают здания. Возможно, это благодаря традициям коммуны «Майское утро», которую почти сотни лет назад основал Верхжилина Адриан Топоров. И сейчас люди помогают строителям, чтобы занятия начались как можно раньше. Много людей подходило, когда начнем отмывать, когда начнем восстанавливать. Просто люди, те, которые даже не работают в школе, дети у них уже давно отучились. Строители сообщают, что работы не затянутся. Это значит, что в ближайшее время ученики Верхжилинской школы смогут вернуться в родные стены. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости. БИСК рискует недосчитаться еще одного исторического памятника. Многоквартирный дом в районе педагогического университета в скором времени, если не принять меры, может превратиться в руины. Двухэтажная постройка купеческого времени рассыпается от сырести. Жители прошли уже многое и добились того, чтобы дом-памятник включили в программу капитального ремонта. Но специализированные компании категорически отказываются заходить на объект. Уже несколько тендеров признаны несостоявшимся. О том, что подрядчики говорят бейчанам и чем они мотивируют свой отказ, расскажем прямо сейчас. Вот они, струи воды-то видно, вот они как идут. Видите? Это все идет. Во время дождей в доме 58З по улице Казанцевых настоящие ливни. Лужи образуются как в подъезде, так и в самих квартирах. А запах сырости чувствуется не только на втором, но и на первом этаже. У нас все деревянное. Нить начинает и вздувается кое-где. Уже чувствуется хорошо. Мы сперва не могли понять, что это такое, но теперь замечаем, как дождь, так оно мокро, прям сильно становится. Кровля купеческого особняка за более чем вековую историю пришла в негодность. Периодически жильцы двухэтажки самостоятельно латают дыры. Однако такой подход проблему не решает. Несколько лет назад бейчане добились того, чтобы их дом включили в программу капитального ремонта. Дальше уже через краевую прокуратуру люди доказали свое право на первоочередность. После состоялась встреча с чиновниками из правительства края. Казалось бы, шестеренки зашевелились. Но как только дело дошло до определения подрядчика, снова все застопорилось. Ни одна строительная компания не хочет браться за объект. Мы от себя сделали все возможное. То есть получается на данный момент аукционы проходят безрезультатно. Деньги мы платим добросовестно на счет регионального оператора. Здание течет по всем швам. Ремонта до сих пор нет. И когда он будет, никто нам не говорит теперь. А говорят больше наоборот, что его не будет. Потому что есть причины. Одна из причин, которую называют специалисты, скудная смета. Стоимость работ составляет чуть больше одного миллиона рублей. Подрядчик открыто заявляет, что заниматься благотворительностью его компания не намерена. Региональный оператор капитального ремонта уже разыграл три тендера. Но все они признаны несостоявшимися. Есть на домах максимальная стоимость, имеется ввиду, за квадратный метр ремонта. А этот дом, он памятник. Здесь, понимаете, те деньги, которые собираются, да, и те нормативные, скажем, стоимости, акты и так далее, они к простым домам только относятся. То есть стоимость. Даже если вот взять, грубо говоря, просто отлив сделать, да, у простого дома, он стоит там, ну, пусть назовем, три тысячи. А чтобы сделать отлив здесь, на этом доме, он будет стоить, ну, 15-16 тысяч. И это при том, что документация была изготовлена по заказу регионального оператора и прошла государственную экспертизу. Жители исторического памятника согласны на повышение стоимости работ и уже с июля повысили взносы в два раза. Люди считают, что без вмешательства местных и краевых властей новая крыша на купеческом доме не появится. Большие надежды бейчане возлагают на бременно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Уважаемый Виктор Петрович, вот на данный момент наступила такая ситуация, когда без вашего участия мы, наверное, не наверное, уже точно не справимся. Если вы подключитесь, разберетесь в этой проблеме, найдете рычаги со своей стороны, как государственная власть, представитель государственной власти. Мы вам будем очень благодарны и вместе с вами сделаем очень хорошее дело как для нашего города, так и для себя. Мы сохраним это прекрасное здание. Помогите нам, пожалуйста. Время скоротечно, и если не принять меры по спасению исторического памятника сейчас, то потом, может быть, уже поздно. Евгений Плохотин, Иван Зявлицкий. БИСК специально для наших новостей. Вынужденный простой барьерист Сергей Шубенков пропустил один из забегов из-за микротравмы. Об этом спортсмен заявил в аккаунте в Инстаграм. Решение было принято совместно с личным тренером Сергеем Клевцовым. К оптимальной форме тандем обещает вернуться уже в ближайшее время. 9 сентября, говорит Шубенков, его можно будет увидеть в Чешской острове. О других самых важных новостях спорта прямо сейчас Станислав Сергеев. Станислав, вам слово. Спасибо, Евгения. Барнаульская «Динамо» продолжает подготовку, безусловно, к самому главному матчу в новейшей истории. В конце сентября «Сине-белые» померятся силами с представителем высшего эшелона отечественного футбола. В гости предет Оренбург. Это будет битва за Кубок страны. Сейчас клуб объявил о старте продаж билетов на эту игру. Их можно приобрести в бухгалтерии стадиона «Динамо». Адрес Никитина, 55К, второй этаж. Болельщиков ждут по будням в течение всего лишь двух часов. С 10 до 12.00. Стоимость 100 рублей. Тут руководство пошло навстречу и не стало повышать цены. В отличие от многих других команд. Билеты также можно будет приобрести и в день самой игры. Правда, пока еще непонятно, когда она состоится либо 26 сентября, либо 27.00. Как узнаем сообщим, ожидается, что матч посетят не менее 10 тысяч поклонников. Правда, все будет еще зависеть от погодных условий. Зато хоккейный Алтай рискует остаться вообще без поддержки домашних трибун. Игры первенства, возможно, перенесут в Новосибирск. Такое развитие событий может быть по двум причинам. Если не откроют дворец зрелища спорта и если не аккредитуют Карандин-арену. Шансы, что останутся в Барнауле, как видите, все же есть. Барнаульцы и болельщики, ах, замерли в ожидании. При этом тренерский штаб уже озвучил главную задачу на сезон. Выйти в плей-офф. Правда, для болельщиков с Алтая это будет не так важно, если команда окажется в итоге в Новосибирске. За кольцом вновь футболом и вновь Динамо. На этот раз речь пойдет уже об игре чемпионата. Завтра в 18 часов 30 минут Барнаульцы на родной арене попытаются обыграть лидера турнира Омский Ертыш. Не Оренбург, конечно, но тоже ничего. Вот теперь на этом у меня все. Новости спорта вы посмотрели вместе со мной Станиславом Сергеевым. Друзья мои, и как сказал Камью, лучшая инвестиция в будущее, а дать все настоящему, передать слово студию. Спасибо, Станислав. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 6 сентября в крае переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный и заметно теплее. В Алейске, Белокурихе и Славгороде – 19. Плюс 20 ожидаются в Бийске и Заринске. 21 – в Зминогорске и до 22 – в Камни-Наби. В Барнауле без осадков. Ночью прохладно, до 10 – тепло. Днем воздух прогреется до плюс 19. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. И у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok